Это Егор, смотрящий за солнечным... Ну, какой смотрящий такой район. И Владислав, вишенка на торте нашей команды. Я бы даже сказал, голубика. Э-э-э, да я не из этих, может, хватит меня подкалывать? Слышь, я сейчас расскажу всем. Ну, рассказывай, сейчас расскажу. Ну, рассказывай. Хорошо, недавно собрались у Егора попить пивас. Ну, понятное дело, друг у друга QR-годы проверили. Взяли, значит, ящик шпатана светлого. А Владик взялся гараж вишневый. Ну, собственно, кабинал состоялся, я считаю. Не, ну, а что он сладенький, такой прикольный? Ты сейчас климу сказал? Короче, пацаны, наша задача сегодня покайфовать. Поэтому делайте, что хотите, главное, чтобы покайфовать. После двухлетнего перерыва КВН вернулся в Магадан. Городская лига прошла в муниципальном центре культуры. Соревновались 8 команд – студенты и профессиональные КВНчики. Русь-батюшка – команда колледжа сервиса и технологии. Ребята рассказывают, что подготовка к игре у них заняла почти месяц. И вот компания веселых и находчивых уже за кулисами ждут своего выхода. Ожидаем от этой игры, ну, как и все, в принципе, победы. Вот. Что по программе, ну, можно увидеть будет на сцене. Не раскрываем своих карт раньше времени. Было очень сложно придумать миниатюры, сценки, чтобы это зашло в жюри. Но мы, как говорится, очень сильная команда. Мы собрались и приготовили очень интересное, забавное выступление. В этот раз вход был по-пригласительным, чтобы магаданцы не потеряли деньги, если игру отменят. Наполняемость зала – 75%. Игры КВН в Магадане проводят на протяжении многих лет. Их цель – развить у молодежи творческие способности и раскрыть потенциал. Как отмечают организаторы игры для молодых команд, это шанс стать частью большого коллектива веселых и находчивых. Ну, я очень сильно надеюсь, что ребята, которые будут играть сегодня в первый раз, они будут хорошо восприняты залом и решат для себя в дальнейшем продолжать заниматься этим замечательным видом творчества. Зал действительно хорошо принял ребят. И новички, и опытные КВНщики смогли завоевать внимание зрителя. В этот раз наградили всех участников. Лучшими среди студенческих команд стала сборная Северо-Восточного государственного университета. Среди взрослых – сборная микрорайона «Солнечный». Чё, ты уже шутка для учителя.